Здравствуйте! Меня зовут Владислав Тищенко, я являюсь главным редактором образовательного журнала English Magazine. Наш журнал специализируется на статьях, посвященном путешествиям, экологии, здоровому образу жизни, спорту и, конечно, всему тому, что важно и полезно для современного общества. Также наш журнал является одним из победителей 8-го конкурса премии молодежного правительства в Воронежской области. Более подробно можно узнать о нас на сайте englishmag.ru, о нашем проекте журнала. Также я являюсь региональным экспертом ОСИ по социальным проектам по направлению экология. И сегодня я хочу поднять очень важную тему для современного общества. Это инфраструктура и улучшение всех сфер жизни людей. Эта тема выбрана не случайно в далеком уже 2019 году в Воронеже в городе Миллионники проходила крупная международная конференция, посвященная проблемам, и точнее не только проблемам, а всему тому, что может внести зеленую инфраструктуру в развитие современного общества. И одним из выступлений того времени было выступление Яга Кина. Яга Кин рассказал про очень важную тему на той интересной конференции, которая как раз так и называлась инфраструктура и улучшение всех сфер жизни людей. Green Infrastructure, да, слово на английском языке. Выступление было на английском языке, но было также, много было переводчиков, люди слушали, очень было интересное выступление. И оно было настолько интересно, что я не мог пройти, мы не могли, наша команда, пройти мимо этого интересного выступления. И мы делали очень большой обзор в журнале. Этот обзор можно найти в выпуске 2021-2020. И здесь эта статья, этой статье посвящено определенное время, определенное место. Очень важное место в журнале выделено. И что очень хочется сказать, так это то, что современная ситуация, современная жизнь полностью зависит сегодня от экологии. Как зависит, это как раз мы сейчас и расскажем. Давайте для начала обратимся к Конституции Российской Федерации с поправками 2020 года. Именно в июле 2020 года мы приняли очень важные поправки, которые сейчас, к сожалению, не исполняются в современном мире. И один из важных пунктов той Конституции, это поправка к статье 114, пункт Е5. И в этом пункте говорится то, что правительство Российской Федерации осуществляет меры по поддержке Союза гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении китайской политики. Это пункт Е1. Пункт Е2 осуществляет меры по поддержке добровольческой и волонтерской деятельности. Пункт Е3. Содействует развитию предпринимательской частной инициативы. Пункт Е4. Обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. И пункт Е5, самый важный для нас, это правительство Российской Федерации осуществляет меры, направленные в создании благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным. Это очень важное. И пункт Е6 говорит, что Российской Федерации создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания, экологической культуры. Сегодня я бы хотел поговорить о экологической культуре на примере как раз статьи Яга Кина. И сегодня в этой небольшой 30-минутной лекции я бы хотел поделиться как раз таки статьей Яга Кина, которую он презентовал на конференции в 2019 году, члены инфраструктуры в городе Воронеж. Было очень много спикеров из разных стран. Были спикеры из США, из Канады, из Великобритании, откуда и сам Яга Кин. Были также спикеры из Турции, Австралии, Швеции, Новой Зеландии, Китая и даже Японии. Было очень большое и очень интересное выступление. Но больше всего запомнилось выступление Яга Кина. И, к сожалению, тут в видео я попробую добавить картинки с интересными фотографиями. И сейчас я бы хотел вам на экране, не получается, нет интернет-доски, чтобы показать большую фотографию. Но представьте, я попробую сейчас вывести сюда именно картинку больницы или госпиталя, там, где рождаются как раз таки дети. Это такая у нас роддом. И вот что интересно, есть очень интересная больница, роддом такой находится в Восточной Азии. И мы можем видеть, что в Сингапуре, картинка очень мелкая, я попробую ее увеличить. То, что очень красивые условия, где рождаются дети. Там много зелени. Там очень сделано все красиво и все продумано. И что интересно, что эти исследования показывают. Потому что исследование показало и показывает то, что дременные женщины, у которых больше зеленого срождения рядом с их домами, как правило, имеют детей с более здоровым весом при рождении. А это, в свою очередь, 5,5 миллионов долларов экономии на ежегодных расходах на здравоохранение. Также мы знаем то, что миллионы детей в возрасте 3-7 лет проходят лечение синдрома дефицита внимания и гиперактивности. И как раз таки исследования США показали то, что активность в природе или в зеленых насаждениях уменьшает симптомы. И очень важно, что уменьшает симптомы и снижает затратные лекарства на сумму от 396 миллионов долларов до 1,9 миллиарда долларов за жизнь. Да, это огромная сумма, если привлечь в рубли от 1 миллиарда рублей до 152 миллиардов рублей. И там, где взрослые стали вести малоподвижный образ жизни, также происходят интересные изменения. Например, люди уже вышли на пенсию, они уже так немного не идут на работу, больше идут в сидящий образ жизни. Но если у них есть под окном красивые деревья, есть скамейки, где они могут отдохнуть на улице, поговорить с кем-то, есть хорошие сады, есть парк небольшой, где они могут выйти и погулять, то на открытом пространстве, в таких случаях, такие люди сокращают свои ежегодные расходы на здравоохранение на 2200 долларов. Это исследования, которые проведены в США, и они абсолютно применимы к нам в России. Очень важно заметить то, что это влияние имеет не только на здравоохранение, очень большое влияние экология оказывает и на образование. Образование, образование, образование. Именно так говорил один из премьер-министров Великобритании, как отметил Ягаким. И сейчас в Великобритании очень много зеленых школ. Что это значит? Это значит, что все те школы, которые имеют зеленое насаждение, они получают хорошо образованное население. В тех школах они выдают, генерируют хорошее образованное население. А хорошее и образованное население, оно образует, формирует успешное население. И именно такое население, здоровое и успешное, оно имеет более высокое положение в региональных и мировых рейтингах. Конечно, такая страна, которая имеет много школ с зеленой инфраструктурой, где очень много зелени, как за окном школы, так и возле школы, то в таких школах дети учатся намного продуктивнее, успешнее, а потом вступают в университеты и приносят большой доход стране. Это тот доход, который формирует здоровое общество и формирует главное общество, в котором нет преступности, нет конфликтов и формирует то, что нужно для будущего поколения. И важно отметить то, что более высокое количество студентов, идущих на дальнейшее образование, также влияет образование. То есть, например, именно экология влияет на более высокое количество студентов, которые идут дальше учиться, получать высшее образование, если в школах есть хорошая зеленая инфраструктура. И хочется отметить очень важный момент, Ягод Кин попросил отметить, что он надеется, что мы поделимся этой информацией, полученной конференцией, с политиками и лицами, принимающими решения, чтобы они также лучше понимали ценность зеленой инфраструктуры. Это очень важный момент, что именно наблюдение за природой и зелеными насаждениями из школьных зданий может способствовать положительным академическим результатам, может быть более высоким результатам тестирования, более высоким процентам выпускников, которые потом поступают в ВУЗы и получают хорошее полноценное образование. И именно через образование, хорошее полученное образование, люди потом вступают в хорошую работу. И так было очень интересно отмечено, что если вы один работник из вида на природу, через свое окно, вы будете наслаждаться на 19% меньше количества болезней, по сравнению с коллегой без вида на окно, на природу. И знаете ли вы, что больше инвестиций в природу, где вы живете и работаете, могут увеличить, большие инвестиции в природу, могут увеличить пожизненные доходы выпускника ВУЗа на 1,3 миллиарда долларов за жизнь. Это огромные суммы. Конечно, бизнес поднимает ценность зеленой инфраструктуры, и снижение стресса и беспокойство также способствует именно зеленая инфраструктура. А болезнь, связанная со стрессом, является серьезной утечкой ресурсов из здравоохранения, да, и также является одной из ключевой потери работы. Если человек работает очень напряженно, он не сможет проработать в одной компании больше года. Он просто проработает полгода или меньше, и просто придет, ему придет свойство, потому что тот стресс, который он получает на работе, он будет неоправдан, и ему он будет вынужден покинуть работу. А это очень сильное движение позволяет общему плану остановить развитие города, населения. Поэтому очень важно, чтобы работники имели хорошее и здоровое образование, и также здоровую рабочую среду. То, что еще очень важно иметь, то, что доступ к зеленому наслаждению снижает стрессы, улучшает психическое здоровье, снижает стоимость лечения, и в свою очередь повышает производительность труда. И также исследование показывает, одно исследование Яго Кина, я смогу даже написать ссылку, по которой можно будет позже посмотреть и найти это исследование по ссылке englishmagot.ru slash jago kin да, jago-kin Именно по этой ссылке вы можете получить более хорошую информацию с конкретными источниками на исследование, которые были проведены. Итак, в одном исследовании было изучено то, что исследования торговой среды показывают то, что потребители предпочитают торговые зоны с деревьями, а не голые тротуары. И очень важно заметить то, что готовность платить на 20% больше за продукты зеленые, зеленые насаждения деревьям в районе. Также, то есть люди, где есть зеленые насаждения, в той среде, скорее всего, купят, да, на 12% больше купят продуктов, чем в той среде, где нет никаких зеленых насаждений, где нет деревьев, где есть сплошной бетон и асфальт. И важно заметить то, что аренда зданий также на более чем 8%, на тот момент 7% было отмечено, да, то, что дороже, да, чем та инфраструктура, где нет никакого хорошего зеленого ландшафтного дизайна. Также нужно заметить, что кроме образования, работы и здравоохранения, важно заметить еще последующую жизнь и жизнь дома. Жизнь дома составляет одной из важной части нашей долгой жизни, где мы проводим больше, иногда половину, а кто-то и больше времени в своей жизни. Потому что сейчас многие работают из дома, в современной ситуации, и поэтому нужно отметить то, что именно там, где уютно жить, где комфортно жить, там, где безопасно, именно та среда формирует здорового человека. И можно отметить то, что именно, например, земельные участки по застройку стоят на 27% дороже там, где есть деревья. То есть, например, из частного сектора, там есть зеленые деревья, там люди, скорее всего, построят уже дома себе там, где нет никаких деревьев. Но опять-таки очень важно заметить то, что мы не говорим, что нужно сохранять деревья, которые мы имеем, и встроить нельзя на тех местах, где уже есть деревья. Это очень важный момент, к которому мы обратимся чуть позже в данном выступлении. Также хочется отметить то, что улучшение, что интересно, то, что улучшая запущенный район, мы создаем подъем богатства его жителей. Например, если есть территория, где получается больше зеленых жителей, она будет стоить 27% дороже. Но, что интересно, также она будет стоить дороже, если она будет улучшена в процессе со временем. Например, есть какая-то территория. Там возможно построить деревья, посадить деревья. Но если так случится, то та территория, и люди там будут ухаживать за этой территорией, то тогда будет более доступна эта территория, и также более полезна. И здесь, конечно, видите, то, что именно здесь очень важную роль играет именно проект в инвестировании, подъеме и совершенствовании городов. И хочется, конечно, сделать акцент, в нашем случае это на Воронеже, в том городе, где я вырос, где я получил образование. И также очень хочется отметить то, что сам я родился в городе Алма-Ате. Город Алма-Ата переводится как «дедушка яблок». И именно в Воронеже так получилось то, что я живу с территорией, большой территорией яблоневого сада. Эта территория, она очень красивая. Там очень много зеленых деревьев, там много сосен, там много дубов, там много кленов, там много берез. И эту территорию хотят застраивать. Эта территория составляет более 52 гектар зеленых насаждений. И ее хотят застроить под большую застройку, под многоэтажную застройку, под 25 этажей. И на этой территории 50 квадратных гектар хотят построить 1 миллион квадратных метров жилья. Что очень и очень плохо скажется не только на зеленых территориях, но и вообще на жизнь и на стрессе. Также скажется на стрессе людей, потому что жить в таком плотной застройке и без наличия хороших парков, это будет просто-просто ужасно. Поэтому всеми силами сейчас стараемся сохранить эту территорию. И как раз таки в своей работе, в этом исследовании, каким подчеркивал важность и сохранение зеленых насаждений. И в том году, что интересно, он сказал очень важную вещь. Он сказал то, что город Воронеж должен быть номинирован в международную программу ООН «Города деревьев мира». Программа называется «Three Cities of the World». И именно по этой ссылке, если вы перейдёте по этой ссылке, то в разделе «About» вы увидите фотографию. И на этой фотографии вы увидите красивое фото города. Там будет большой собор. Это большой Болгарический собор города Воронежа. Также видите деревья на этом фоне. То есть там в 2019 году Воронеж был включён в программу «Города деревьев мира». Но что произошло дальше? В 2020 году эту территорию продают на торгах и её отдают под застройку. На данный момент эту территорию дом РФ отдаёт в аренду на 11 лет. Нашу территорию, где находится Яблоневый сад, дают в аренду компании ДФК с аукциона. На аукционе цена этой территории была за один год. Сумма начиналась довольно адекватно с одного миллиона рублей. Но, к сожалению, наши застройщики подняли эту сумму до 1,5, точнее даже сказать 1,6 миллиардов рублей в год. Это неоправданно высокие цифры, которые на данный момент ДФК, третийная компания, должна платить дом РФ на протяжении 11 лет. Что будет через 11 лет с этой территории, никто не может конкретно сказать. Это аренда на 11 лет аренда. То, что будет дальше, пока непонятно. Сейчас в другой территории хотят построить мегашколу. Мегашкола – это социальный проект, который можно построить так, чтобы сохранить большое количество зелениных деревьев. Но строить полностью на территории 52-х квадратных метров, 52-х гектар, огромную застройку многоэтажниками с прозвищей 1 миллион квадратных метров – это просто невозможно. Это будет просто большой удар не только по экологии, но и по здоровью, и, главное, по работоспособности и по криминалу Воронежа. Потому что именно зеленая территория положительно влияет на развитие и парки, в том числе, это сказано также в работе Ягокина, что именно парки очень важно сказывают на дальнейшее развитие природы. Хочется также дальше отметить то, что именно современная среда важна в современном мире. И она должна быть зеленой. И зеленая инфраструктура должна делаться с зелеными парками. Именно как раз таки зеленые парки – это то, на что мы хотим сделать акцент. Именно зеленый парк может позволить зеленый парк Яблоневый сад, может сделать тот проект, который может спасти территорию сада и показать то, что город Воронеж является по-настоящему городом-садом. Ежегодно проходит конференция, называется «Город-сад». Именно эта конференция получила огромное признание не только в России, но и во всем мире. Эта конференция проходит с далеко до 2010 года. Она проходит ежегодно. Но в прошлом году из-за пандемии она была отменена, и в этом году был юбилейный, 10-й, как плохо проходила эта выставка. Город-сад проходила она, фестиваль. Он проходил в Воронеже, в очень красивом парке «Динамо». Было очень много красивых тоже экспозиций. И именно город-сад, так называются даже местами, он как бы «Воронеж-гарден-вилл». То есть «Воронеж-гарден», да, именно, есть такая уж какая-то как визитная карточка города, да, то, что «Воронеж-гарден», «Воронеж-сити-гарден», да, такое даже есть. Уже как бы одна компания даже запускала такой флешмоб про разные города, как бы, и она по-разному называла каждый разный город. Ну, именно «Воронеж-гарден-вилл», да, «Воронеж-сити-гарден», да, «Сити-город-сад», да, так и переводится. Поэтому хочется сделать важный акцент на развитии именно экологии в современном мире. И хочется отметить то, что вы найдете более подробную информацию про ссылки и про описание, раз таки, по этому сайту. На этом сайте englishmax.ru. И также хочется отметить то, что также в этой статье говорилось про важность наличия. То, что также поздняя жизнь, последующая жизнь тоже влияет на развитие. То есть если, как мы отметили уже, пожилые люди, которые живут в зеленых территориях, они также получают более современную и лучшую среду и главное здравоохранение. То есть люди будут дольше жить. Это сейчас очень важно. Мы видим то, что очень много людей просто умирают, к сожалению. И это очень серьезно, потому что сейчас мы видим из-за пандемии, мы не имеем лечения. У нас мы не понимаем, как лечить. Но главный момент, который мы можем спасти, это природа. Природа может нас спасти, если мы спастем природу. Но если мы природу предадим, то у нас просто не будет уже другого выбора и тогда не будет дальнейшего развития. То есть главный акцент – это нужно развивать природу. Именно все сферы социальной жизни, именно они зависят от современной ситуации. То есть нам нужно обязательно быть готовыми защищать свою зеленую территорию, быть готовыми отстаивать свои права. Именно мы имеем полное право, благодаря статье по праве Конституции, принятой в 2020 году, пункт Е5 и пункт Е6 именно говорит об этом. И хочется всех людей, если вы находитесь в других городах, и у вас тоже какие-то проблемы с экологией, пожалуйста, ссылайтесь на статью Конституции РФ, 114, пункт Е5. Потому что мы все имеем полное право на здоровую и благоприятную окружающую среду. И именно здоровая и благоприятная окружающая среда, она может нас спасти в будущем. Не только нас, но и детей, и внуков, и много-много будущих поколений. То есть нам нужно сейчас инвестировать в будущее, и тогда мы получим хорошее, настоящее. И важно отметить то, что в той статье я один привел очень интересные данные. То, что благодаря развитию туризма, садоводства в Великобритании, только одно развитие садоводства в Великобритании позволяло генерировать более, это, конечно, довольно огромные суммы, более миллиарда фунтов, чтобы... Сейчас еще раз, да, именно скажу, что, да, точно данные, то, что... Да, от 2,9 миллиарда фунтов стерлингов, да, фунтов, именно генерировал британский садовой туризм в год в Великобритании за счет того, что разведение, посадок, да, как мы отметили, то, что это именно была сильная экономия на здравоохранении, на... То есть, отсутствие криминала, отсутствие здорового образа жизни, повышение работоспособности. То есть, это огромные исследования, которые проведены, и которые вы можете узнать про них более подробнее по ссылке. Но то, что еще важно быть, то, что это я каким сам из города Бирминген? Бирминген является одним из самых зеленых городов в Великобритании, и очень классно делать пример, когда мы говорим про Бирминген, Воронеж, и в 2019 году мы были... Воронеж был единственным городом, представленным в этой программе «Города деревьев мира», и именно в ней Воронеж занял почетное первое место и открыл дальнейшее развитие этой программы. И в этом, в 2020-2021 году, уже наш историк перехватил Красноярск. Надеюсь, там же будет тоже хорошее развитие. То есть, программа называется «Города деревьев мира» совместно с ООН и Арбордей. Арбордей переводится как «День посадки деревьев». Фонд посадки деревьев. То есть, это очень интересная статья и очень важная программа включения городов, признания городов. То есть, в этой программе есть четыре пункта, которые жители и администрация города должны выполнять. И один из пунктов является то, что нужно... В первую очередь, это нужно заявить. Нужно заявление от руководства города, от мэра города, восстанавливающего ответственность за уход за городскими деревьями. Второй пункт – это нужно убедиться, что в городе есть некоторые правила, регулирующие управление его деревьями. Пункт третий – нужно убедиться, что существует актуальный причин деревьев и знать свой ресурс. Пункт четвертый – нужно выделить ресурсы для обеспечения такого управления деревом, такого управления и деревьями, и также управления города. Потому что управление города должно выделять, управление экологией, департаменты экологии должны выделять средства на развитие и на поддержание как можно большего числа сотрудников в штате для сохранения и обустройства зеленых территорий. И пункт пятый – это как раз-таки проведение фестиваля, проведение каких-то интересных выставок, посвященных конференциям, посвященных экологии. И это все как раз-таки было в Воронеже, надеюсь, оно будет дальше. Но пункт, который по сохранению деревьев, мы должны сохранить то, что мы имеем, и очень надеюсь, что мы сможем сохранить деревья в Воронеже. Важно найти то, что также на этой конференции я каким отметил то, что, на примере Бирмингема, то, что Бирмингем видит ежегодную чистую выгоду для общества от зеленых зон и парков в размере 600 миллионов фунтов стерлингов ежегодно. То есть это, и он приводит хорошие данные, то, что за каждый рубль, например, вложенный Бирмингем в свою зеленую фруктуру, он видит отдачу в размере более 24 рублей. Это, конечно, трудно представить, но за счет здравоохранения, за счет экологии, за счет уменьшения преступности, за счет повышения работоспособности это все формирует такой большой след и оказывает большое развитие. К сожалению, невозможно за полчаса показать и рассказать всю информацию. Также я мог бы рассказать часами про эту информацию, давать более подробную. Но мне хочется сказать то, что этот пример, который нужно нам использовать дальше и стараться развивать город в хорошем направлении, в светлым направлении, в зеленом направлении. То есть давайте инвестировать сейчас, давайте инвестировать в будущее, давайте инвестировать в сумму. Спасибо большое. И экология – это будущее нашей страны. Спасибо.